Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин antilife.com.ua Сегодня буду записывать уже полноценный обзор под модель iNew V3 Такие разногласия у меня возникли между собой в первую очередь Но прежде чем начать обзор, я хочу сказать несколько слов Для тех, кто не хочет эти слова слушать, я в описании размещаю ссылку непосредственно на начало обзора Это будет минуты через 2-3 По поводу слов, хочу сказать всем огромное спасибо Всем тем, кто подписывается на мой канал, на канал нашего интернет-магазина Всем тем, кто пишет отзывы, всем тем, кто комментирует, всем тем, кто ставит лайки или дизлайки На данный момент среди наших прямых конкурентов, среди интернет-магазинов Которые занимаются непосредственно только продажей китайских телефонов Я не беру во внимание такие гиганты, как розетки, различные хотлайны, дешевшие, мобилаки и тому подобное Также я не говорю о людях, которые заказывают посылки из Китая Делают просто распаковки и тоже у них есть свои каналы Я говорю только о прямых конкурентах, которые к тому же ведут YouTube канал На данный момент у нас у единственных свыше 10 тысяч подписчиков И по YouTube каналу мы абсолютно лучшие среди наших прямых конкурентов За это всем вам огромное спасибо Я готов пожать руку каждому, кто подписывается, кто активен на нашем YouTube канале Я обязательно буду и впредь снимать на каждую модель То есть каждую модель, которая будет заходить к нам в ассортимент Буду снимать подробный видеообзор Чтобы вы перед покупкой у нас, у кого-то другого или из Китая Могли четко понимать, что же это за модель и стоит ли ее вообще покупать Огромное всем спасибо Теперь непосредственно перейдем к нашему смартфону iNew V3 Очень такая интересная модель Я когда читал в обзорах, в интернете, в текстовых обзорах Да и в видеообзорах смотрел в интернете Были у меня ощущения такие, что вот это будет лучшая модель в среднем сегменте То есть где-то вот в районе 2-300 гривен Это будет лучший аппарат по всем параметрам, по всем характеристикам, по дизайну в том числе Отчасти были такие ощущения, когда вот заказывали Когда я ждал THL-T100S, это был первый восьмиядерник Я начитался о нем в интернете Я очень его ждал и ждал его с ощущением того, что это будет лучшая модель Но потом я был разочарован тем, что модель приехала к нам Но она была настолько сырая, что я был разочарован Но здесь немножко ситуация наоборот В том случае я знал, что, или хотя бы предполагал, что прошивка, сырой софт Что компания хотела выпустить как можно быстрее продукт, чтобы люди его начали покупать Чтобы продукт выходил в массы И я знал, что выйдет современная прошивка и будет все более-менее хорошо Здесь ощущения у меня были примерно такие же То есть я тоже начитался, тоже ждал эту модель Тоже думал, что она вот будет такой вот супер-супер-пупер Но получили мы ее, и я немножко в ней разочаровался Но в отличие от THL-T100S Здесь прошивка этих негативных сторон этой модели уже не исправит Итак, давайте начнем Немножко добавлю по поводу внешнего вида, по поводу корпуса Как я уже говорил в распаковке Кстати, распаковку можно будет посмотреть по ссылке, которая появилась сейчас у вас на экране Дизайн мне очень нравится Дизайн этой модели взят с такого смартфона, как Huawei P6 Однако я уже в распаковке говорил, что качество материалов, ну, небо и земля Huawei P6 это монолитный стальной такой аппарат А iNew V3 это закос под Huawei P6 Соблюдена толщина 6,5 мм, конечно, супер Да и так сам по себе дизайн, кнопки, кнопка подсветки, вот это вот Тоже очень классно смотрится, но не об этом Во-первых, здесь все выполнено из пластика И сразу же говорю о таком существенном недостатке Смартфон абсолютно не монолитный Вот эта вот задняя крышка Я просто к ней дотрагиваюсь То есть Просто Держать его в руках И он у вас будет такие издавать Характерные потрескивания Мне это очень не понравилось Ну, как бы что-что, ну, корпус качественный Ну, уже можно было сделать, ну, наверняка и 100% То есть Здесь это ошибка производителя Ошибка выбора этого материала Не знаю В других моделях такого нет Просто-напросто Хочу начать свой технический обзор С технических характеристик Давайте посмотрим их в программе Antutu Tester Это модель четырехъядерная Она имеет MTK6582 процессор Набирает этот процессор 17 тысяч баллов в Antutu То это хороший стандартный показатель Обращаю ваше внимание Что здесь HD разрешение 1280 на 720 4.2.2 Android Четырехъядерный процессор Графический ускоритель у этого процессора Mali 400 Задняя камера у нас 18-мегапиксельная О камере чуть позже Но, скорее всего, это интерполяция Значит, здесь 1 гиг оперативной памяти Здесь 16 встроенной Никаких карт памяти у меня сейчас здесь не стоит То есть, в принципе, это однозначно плюс Потому что модель бюджетная И в бюджетных моделях обычно не ставят такой объем памяти Максимум я встречал это в E200 Это было 8 гиг, когда он был четырехъядерным Частота процессора 1.3 гигагерца Фронтальная камера на 8 мегапикселей Но это тоже интерполяция По поводу насыщенности у этого смартфона Различных датчиков Я думаю, я вам сейчас это все продемонстрирую Пять точек касания мультитач По поводу датчиков теперь Однозначно плюсом этого смартфона является то, что он многофункционален То есть, для бюджетной модели, которая будет стоить Которая стоит уже сейчас 195-200 баксов в Украине Наличие технологии NFC, OTG, полноценного гироскопа Ну, это многого стоит Потому что такое встретишь не в каждом смартфоне Это однозначно А так все стандартно GPS, Wi-Fi, Bluetooth, датчик освещения, приближения Вспышка Вспышка, кстати, действительно крутая Я покажу фотографии вам в темной комнате Даже четкость картинки получается хорошей Что касается прошивки Прошивка здесь 4.2.2 Android Все стандартно Немножко имеют свой интерфейс все значки То есть, ничего особенного здесь нет В настройках все на русском языке Все стандартно То есть, более чем Останавливаться на этом я не буду Это в каждом Android смартфоне вы это сможете найти Что касается экрана Экран в этой модели Это IPS Это OGS Потому что видно, что Находится изображение на поверхности Нет никаких воздушных прослоек Ну, когда берешь телефон в руки Это действительно видно Может быть на камеру видно не так Но что я хочу сказать по поводу этого экрана Я ожидал действительно, что матрица будет гораздо лучше Если сравнить Тот же по ценовой категории смартфон Но он только даже дешевле I-Ocean X7 HD Там тоже такое же разрешение Но экран там лучше однозначно Плюс Я еще хотел вам продемонстрировать вот что Матрица этой модели Она бюджетная Я встречал такой же эффект Когда тестировал Если мне не изменяют память Это был ZTE 967 Бюджетная модель Я когда тестировал аккумулятор Это вот фотография Я фотографировал другим телефоном Экран этого смартфона iNew V3 Я тестировал аккумулятор И прогонял игру Epic Citadel И вот после игры Когда я начал пользоваться этим смартфоном Видите такой кружочек Это вот тот вот значок Unreal Engine Как-то так она называется То есть в матрице остаются Как бы отпечатки Картинок предыдущих То есть потом я начал пользоваться Этот впечаток Он пропал Но тем не менее Не должно быть такого Это свидетельствует о том Что матрица Ну не из дорогих Как по мне Теперь что касается Углов обзора Картинок В принципе Когда первый раз включил Этот смартфон Мне показалось Что экран Такой Очень-очень Средненький Однако Ну яркость Да яркость Это максимальный Кстати уровень яркости И его Как по мне Его действительно Маловато Картинки В принципе Нормально отображаются Углы обзора Хорошие Не зря это IPS Не зря это OTG Не зря это OGS Технологии Единственное Что на темных Картинках Как и в любой Другой Бюджетной Матрице Да в принципе Такой же эффект Можно наблюдать И у дорогих Восьмиядерников То есть Ну и это Не столь важно Но тем не менее Я показываю Что картинка Вот под По диагонали Она немножко Темный фон Он немножко белеет Сереет И вот такой вот Эффект получается Что касается Звука В наушниках Звук Я не могу сказать Что он плохой Не могу сказать Что он хороший В принципе музыку С басами Слушать можно В этом плане Все в порядке Звуковой динамик Ушной И микрофон Работает отлично Звук громкий Четкий Не прерывается Внешний динамик Довольно таки громкий Что касается Воспроизведения Видео Видео Воспроизводит Смартфон Любые В формате Full HD В формате HD Обычные С YouTube То есть Все это Без проблем Со звуком Не глючит Все нормально Кстати никаких Пиксельных сеток На экране Я не вижу 5 дюймовый Размер И HD Разрешение Экрана Это в принципе Классно Стандартно И Ничего плохого В этом нет Это не минус Этой модели Однозначно Тем более Бюджетный MTK-6582 Процессор Что касается Производительности Опять же Начал я уже Говорить за Экран За процессор Вот эти Два составляющих Они дают Возможность Этому смартфону Воспроизводить Любые современные Игрушки А я лишь покажу Две из них Наиболее Таких популярных Наиболее Требовательных Смотрим Требовательных Что могу сказать по поводу игр Игры все запускаются нормально Может быть в некоторых кадрах Немножко Происходит замедление Однако Вполне Можно играть В любые игры На максимальных настройках С максимальной графикой Идем дальше Что касается Работы GPS GPS Все хорошо Я Тестирую На момент Его работоспособности На момент Поиска спутников Спутники Он ловит Особых проблем У меня По тесту GPS Не возникло Теперь аккумулятор Аккумулятор Здесь Я напоминаю всем Давайте продемонстрирую Еще раз Аккумулятор 1830 мАч Что этот аккумулятор Может на деле На деле Он может Не сильно Много Говорю сразу 435 баллов В Antutu Довольно-таки Слабенький показатель Такой показатель Примерно Стандартен Для Восьмиядерного Смартфона С сумасшедшим Процессором В режиме игры В режиме Epic Citadel Смартфон набрал Всего лишь 1 час 48 И как вы видите По диаграмме По Тому что находится Внизу Где-то после 10% Можете считать Что у вас уже Аккумулятор разряжен Потому что Потом зарядка падает Мгновенно Практически По аккумулятору Я не знаю Немножко разочарован Думал Будет работать Дольше Минус Этой модели Для меня Теперь Что касается Камеры Камера У нас Довольно-таки Неплохая Мне камера Понравилась По настройкам 18 мегапикселей Основная камера Видео записывает В формате Full HD Фронтальная камера Соответственно Записывает В разрешении 8 Мегапикселей Теперь Что касается Качества фото Видео Как всегда Все повылаживаю Все посмотрите Но от себя Скажу Что Как снимает Фото Мне понравилось Как снимает В темной комнате Вот кстати Вам вспышка Вот это фотографии В полностью темной комнате И Вот это тоже фотографии В полностью темной комнате Также Можно там увидеть Что Значок Какого-то Самсунга На мониторе Вот это вот фотография Ну то есть Вы это все сможете Посмотреть И Вот эту вот фотографию Хотел показать Это снято Со вспышкой В полной темноте Смотрите Какая четкость Изображения Четкость картинки И даже На зарядке Видны Штрихи И цифры И буквы По камере То есть Мне понравилось Как снимает видео Немножко Немножко Не понравилось Немножко Не хватает Четкости Не знаю Модель Очень классная По дизайну Мне она Очень нравится По дизайну По Давайте теперь Минусы И плюсы Однозначно Плюс Этого смартфона Заключается В том Что он Недорогой И он Напичкан Функционально Здесь 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 ОТГ Рабочий Не вижу Смысла Это Показывать Здесь Есть NFC Здесь Есть Экран IPS И ОГС Здесь Есть 16 Гиг Памяти На борту И еще Есть Слот Под microSD Карточку Это Однозначно Плюсы Этого Смартфона То Что Среднее И Просто Рабочее GPS Рабочий Видеозапись Средняя К плюсам Еще Можно Отнести Камеру Камера Мне понравилась Как Снимает Как Делает Фотки Теперь К минусам К минусам Могу Отнести Вот эту Вот Крышку Которая Сама По себе Не потрескивает Но Когда Она На корпусе Одета Она Потрескивает Это ошибка Производителя Не знаю Почему Не знаю Что Где И как Возможно Можно Где-то Что-то Подшаманить Но В общем Это Минус Однозначно Не понравился Мне Экран В этой Модели Экран В принципе Вроде бы Нормальный Но Вот Это Бюджетность Матрицы Когда Даже Засветы Точнее Не засветы Засветов Здесь нет А как Въедание Картинки От Предыдущего Изображения То есть Ну Это Ненормально Если Рассматривать Конкурентов Этого Этого Смартфона То тогда Можно Говорить О I-Ocean XMHD Можно Говорить О Xiaomi RedRise Везде Свой Дизайн Везде Свои Плюсы Свои Минусы Xiaomi RedRise Мне Не нравится Дизайн Потому Что Немножко Он Такой Грубый 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 И Эта Модель Однозначно По дизайну Будет Круче Очень Нравятся Мне Вот Эти кнопочки Вот Эти Вот Этой Сенсор Поэтому Вот Такой Получился Смартфон Не Такой Он Идеальный Как Расписывают И Не Такой Он Супер Красивый И Четкий Как Показывают На Фотошопленных Картинках В интернете Но Он Имеет Место Быть Модель В принципе Я думаю Найдет Своего Покупателя Я думаю Найдутся Те Люди Которые Захотят Этот Шикарный Дизайн За Эти Смешные Деньги Поэтому Будем Заканчивать На этом Все Спасибо За Внимание Ставим Лайки Подписываемся На Канал Ждем Новых Видео Всего Доброго